привет это опять мы жители катавиц вот интересно как у нас получается с костей как любой нормальной семье у нас быстро кончается хлеб получается так у нас я не знаю когда мы зашли ну конечно же первым делом мы купили хлеб собственно говоря хлеб вот здесь вот такой вот уже порезанный продается не порезанный хлеб мы уже покупать не можем и как-то нам даже уже и странно кажется что можно покупать я увидела булочку очень вкусную я люблю эти булочки они такие сладкие купила булочку что у нас кончилось сливочное масло купили масло потом кости говорит а давай мы сегодня сделаем плов ну естественно пошли покупать здесь очень много разных рисов вот и методом проб и ошибок мы поняли что самый лучший вид на плов это рис греческого производства вот такие пачки здесь продаются здесь рис может быть греческий итальянский и пакистанский вот здесь вот а буковки вот эти стоят г в и п и мы всегда выискиваем рис где есть буковка греческий вот здесь вот показано что это греческий потому что это самый хороший рис мы пробовали с разными рисами получается все никто а вот этот вот греческий именно рис это класс когда мы готовим плов ну естественно мы здесь очень долго долго не могли найти зру честно говоря я думала что может быть только пашкенте но не здесь оказывается тоже нашли кмин здесь разных много видов кмин кминек ну вот именно вот такой который называется кмин жимский римский это и есть наша самая настоящая зра про которую даже на базаре продавцы говорят хорошей зра сестра хороший я увидела вспомнила что давно давно у нас не было грибочков вот купила грибочки которые называются печарки это шампиньоны самые распространенные здесь грибы вот и я их часто покупают потом вспомнила что кончается каша овсяная костик очень любит овсяную кашу он у нас есть исключительно практически только овсянку и поэтому мы вот постоянно ну потом конечно же если была в этом отделе вспомнила что мука тоже заканчивается купили тоже купила тоже муку вот вот этот вот большой палец вот на желтом фоне это обозначает польский продукт в принципе эти продукты они недорогие и и в общем то очень хорошего качества мне нравится вот этот вот польский продукт ну потом само собой купили морковочки на плов потому что сами понимаете плов без морковки это не морковка плов без морковки это не плов продон вот лук конечно же вот купили тоже лук и морковка но самое главное еще чтобы плов был вкусный обязательно нужен чеснок чеснок здесь зараза дорогой вот костя купил одну чесночиночку вот чеснок одна штука вот прям такая упаковка что это экстра николам балам но чеснок дорогой ну собственно говоря я помню у нас ташкенте тоже чеснок всегда был ну не всегда часто дорогой ну вот тут вот мысли если покупаем чеснок то не килограмм не полкило вот такими вот головочками потом конечно купили еще кока-колу потому что костик всегда требует если идешь в магазин ему обязательно надо что-то покупать напиток или что если ничего не покупаешь он человек что мне вы ничего не купили что ли вот чтобы он рот не открывал открываем ой покупаем но это здесь их солененькие огурчики потому что слов обязательно надо заедать кости еще очень любит он себя оливки покупает я оливки не люблю вообще ну вот он себе покупает вот такие вот оливки съедает за один раз оливка тот уже с жидкостью налито но любит вот эти вот оливки вот потом мы вспомнили что у нас мешочки для мусора закончились пришлось купить ну естественно пришлось купить мясо вот здесь у нас вот мясо и заодно я говорю ну раз уже покупаешь мясо давай покупай еще чем быть купили крылышки еще мы купили куриные крылышки готовить просто я и жарю эти крылышки едаются прямо на ура вот потом я купила такую лапшу меленькую меленькую ну для для супчика в общем то так вот если куриный супчик и вот такой вот меленькая меленькая лапша чтобы поменьше готовить ну и напоследок купила костику шоколадку потому что он тоже всегда просит мама купи шоколад и опять-таки если не покупаешь шоколад он начинает возмущаться почему мне ничего не купили себе все покупаете а мне ничего не покупаем и вот получилось какая ерунда ходили там и за хлебом честно мы пошли только вот за вот этим несчастным вот хлебом а получилось что мы накупили вот столько и так бывает очень-очень часто вот такое безобразие стараемся всегда думаю ну нет в этот раз все точно пойдем только хлеб вот купим и все и все и вот все вот благие намерения заканчиваются вот всем вот этим а сейчас кости начнет готовить плов ну все пока пока